Танцы именитых Их ритмы своеобразные И отличаются от всех остальных Сейчас у вас будет возможность Немного узнать о традиционных танцах именитых По ритму и порядку проведения церемонии Можно определить, какому региону Или части страны они принадлежат Например, в северной части Йемена Женщины танцевали вместе с мужчинами Под мелодию губной гармошки Которая также была традиционным Музыкальным инструментом для северной части Йемена Траурный обряд в память о разрушении второго храма Предполагал воздержание от игры На мелодичных музыкальных инструментах Учитывая тяжелые условия проживания У них даже не было возможности Создавать сложные музыкальные инструменты Вместо этого, как правило, они использовали подручные средства Такие, как железные банки или подносы Играли на кухонной металлической посуде Которая вообще не являлась музыкальным инструментом В праздничные выходные дни в домах у именитов Было принято песнопение из книги «Диван» Стихи и песни постоянно были в обиходе И словно стали их частью Они строго придерживались ритма стихосложения и рифмы Постепенно песня стала сопровождать танец Одна мелодия подходила к различным стихам При этом поэтический слог не менялся Танец заучивался и передавался через наблюдение Подражание и постоянную практику Каждое празднование состоит из трех частей В этой части все присутствующие находятся в полной тишине Певец является ведущим Главная тема песнопения Это глубокая тоска по святой земле про отцов На этом этапе начинается сам танец Человек, желающий танцевать, приглашает своего партнера Танцует всегда вдвоем или втроем Считается неуважением, если кто-нибудь из присутствующих Встанет и начнет танцевать один, без партнера Тот, кто заслужил звание искусного танцора Был желанным гостем на торжестве Но в то же время мог рассматриваться Как легкомысленный человек Мужские танцы основаны на базовых шагах Которые улучшают координацию между партнерами Есть два основных ритма Йеменская поступь Дааса Мукар Это Йемен Смоль Йемен Смоль Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Каждый мальчик в еминско-еврейской общине примерно с трех лет учился правильно читать Тору и запоминать наизусть интонации, мелодику и выражения, имеющие наибольшее значение. Ритм, молитва, песня и танец – это по сути одно и то же. Они взаимосвязаны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В отличие от мужского танца, женский танец – это малая часть народного творчества, которое не основывается на письменной традиции. Его содержание заимствуется из повседневной жизни, которая отражается страхи, стремления и желания. Женское пение давало возможность выразить то, что невозможно было выразить открытым и общепринятым способом. Такие темы, как любовь, тоска, грусть, страх или расставание наполняли песню, а танцевальные движения сопровождали ее. В еврейской традиции танец является главным увеселением и благословляет жениха и невесту. Форма и содержание танца основывается на этнической, семейной и народной традиции. Сегодня я встречусь с Аувой Сулейман из Кириаты Крона, чтобы больше узнать о традициях моих предков. Аува – одна из танцовщиц йеменской группы танца. Главной целью группы является сохранение наследия именитов из северной части Йемена. Здравствуйте, Аува! Здравствуйте! Скажите, что символизируют в танце женщин корзины со свечами? Цветы символизируют детей, так благословляют жениха и невесту. Молодоженам желают, чтобы дети окружали их подобно цветам, а свечи символизируют свет, освещающий их совместный путь. Может, мы немного потанцуем напоследок? Конечно, с радостью, иначе для чего мы сюда пришли? Ритмичные танцы именитов – образец невероятной жизнерадостности, а песни раскрывают неиссякаемую веру именитов-творца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...